Мужчин по праве называют простойниками моцное половое человечество. Дуже смело, отважные и пожаданно в форме. Идеальный портрет типового простойника. Дмитрий Сиваков – выдатный приклад. Процую милицией, изъявляется шампионом Беларуси по рукопашным боям, вязи активный и здоровый ладжиття. На мой взгляд, мужчина должен пройти огонь, медные трубы и воду. Должен и быть примером для младших, и, как говорится, помогать им во всем. Помогаю и родителям, помогаю младшим сотрудникам, кто недавно только пришел. Почистить эту профессию. У 21-м ста годзе можно с пранейшим умодзе, а ли есть полная специфика. Сучастный мужчина не боится эксперимента, усочившись за модными тенденциями, уважливый до своего внешнего выгляду. Мужчина должен оставаться мужчиной в любой ситуации. Никогда не собирался стать парикмахером, честно говоря. У меня другие совершенно образования. Я актер театра и кино. Я механик, я компьютеры продавал, то есть много где поработал. В современном мире, наверное, нужно быть приспособленцем, нужно приспосабливаться к условиям, которые предоставляют жизнь. Сейчас у нас не всегда есть право выбора. Не только у мужчин, а вообще у человечества. По даденых статистике, на початах этого года, колькость мужчин в Гомельской области склала 663 тысячи человек, а маль 47% от агульной колькости насильництва. Середнюю взрослых ара Гомельской области складает 37 годов, что год хлопчиков нарожается большим девочинок. А лезгадами пропорции меняются, и уже до 66-ти годов мужчин становится у полтора раза меньше, чем женщин, а до 71 года – у два раза меньше. Во всем свете мужчины мают больш низкую протяглость життя управнанья с женщинами. Это связано с тем, что они шмат працуют, и меньшим женщины сочат за своим здоровьем. Они частей схильные до шкодных звычек, таких як алкоголь и курение. Але при этом вельми не любят ходить до урача. Сучасное громадство повинно надавать увагу в заховании здоровья хлопчиков и мужчин необходимо клопотиться не только об физичном, а либо эмоциональном, социальном и духовном добробытии представников моцной половы человечества. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».